Я здесь на последнем месте. На самом деле, конечно, правильно, если бы этот доклад делал Лебедев Александр Александрович, поскольку он филолог, специалист по филологии, кандидат филологических наук, а у нас остальные все математики. Но я попробую рассказать, что как-то смогу, потому что он не смог туда приехать. Представляем Петрозаводский государственный университет и доклад наш к проблеме создания размеченных корпусов текстового графика XIX века. Речь идет о корпусе СМАЛТ. Корпус уже достаточно давно, давно им занимается, больше 10 лет. Я подключился к этой работе только в прошлом году. На самом деле, у этого корпуса много разных авторов, и филологи, и математики. Значит, одна из отличительных особенностей корпуса СМАЛТ, и СМАЛТ приводится к стратегическим методонамизам литературных текстов, это его нацеленность на оригинальные милицистические тексты, написанные во второй половине XIX века. Это 60-70-е годы. И это противопоставляет к любому смысле ряду других корпусов, которые, значит, для текста ориентированы на современную орфографию. Значит, подобного рода подход вызывает очевидные затруднения, связанные, в первую очередь, с проблемами автоматической обработки таких текстов. На самом деле, я бы хотел сказать про главную задачу, нашу сферу задач, нашего коллектива сегодняшнего времени. Дело в том, что в этом корпусе есть разные тексты, и есть тексты Достоевского, и не Достоевского. А есть те, что мы знаем, кто автор у них, а есть тексты, которых авторство неизвестно. И вот наша задача – это понять, кто же все-таки автор был текстов, то есть решить проблему в атрибуции. Основу корпуса СМАЛТ составляют тексты статьи журнала «Время». Это 1861 год, 1863 год. Мы знаем, что выпуск этого журнала тесно связан с именем Достоевского. Они представлены, эти тексты, в дореформенной графике. Я уже сказал, да, часть произведений имеет установленного автора, например, Достоевский, Лев Григорьев и других авторов. А те, которые автора пока не имеют, автором непонятен, помечены специальной такой вот меткой дубия. Тексты хранятся в дореформенной графике, но при этом пользователю предлагается и современное их написание. Тексты второй половины XIX века демонстрируют большую орфографическую вариативность, что затрудняет подготовку материала для корпуса, в том числе и в таком политическом режиме. Давайте посмотрим пример. Здесь показан эта статья под названием «Вопрос об университета». Мы можем встретить в этой статье два различных самых слова «профессор». На слайде, да, что в первом случае там две S, да, присутствуют в слове, а чуть ниже мы уже видим это же слово, написанное с одной буквой S. Учет подобных особенностей полезен с точки зрения нескольких аспектов. Корпус SMAL позволяет учесть изменения орфографических норм, а также проследить за общей логикой развития грамматической системы русского языка XIX века. Для решения проблемы многозначного описания в программной реализации корпуса SMAL выполнено разделение, разделение описания слов и словоформы. То есть получается, что разное написание слов могут иметь одну общую словоформу. Кроме того, для каждого слова в словоформе приведено современное написание. Это позволяет выполнить поисковые запросы без использования дореформенной графики, если это необходимо. Вообще, как бы главная идея, это вот инструмент должен быть гибкий, для различных исследований предусмотренный. И так можно, и так, как вот исследователь считать можно. Дальше. Один из сложных вопросов, связанных с морфологической разметкой слов в лингвистическом корпусе, это обработка составных словоформ. Рассмотрим тоже несколько примеров. Они будут фигурировать и дальше на слайдах. Значит, первый пример. В первом номере газеты «День» уничтожена была статья об университетах покойного Хомякова. Второй пример. Ну, я не буду зачитывать, в принципе, видно. Они будут сейчас повторяться. Примеры просто покажем, как в разных размерах. Представлю какие-то слова. На самом деле, разборов действительно разных несколько, потому что, как я уже говорил, корпусом смолт занимается достаточно давно, были выполнены первые разборы текстов, и тогда данная проблема решалась следующим образом. Выделенные компоненты, мы видим на слайде, да, выделенные слова, разбираясь как одно слово, к которому приписывались все грамматические категории. Вот, например, «Помещена была», да, мы видим, что здесь это слово с соответствующим идентификатором вместе соединено. Начальная форма «Помещенный», «Частельчик», «Причастие». Второе предложение, там, значит, присутствует более широким, слово с идентификатором «55-101». Начальная форма «Широкий», часть «Встречи» «Прилагательная». И вот еще один пример, «35». Начальная форма «Тоже 35» и часть «Встречи». Это вот первые разборы, которые были. В поздних вариантах разбора, которые легли в основу корпуса смолт, такие же контексты разбирались пословно. Уже пословно, что, конечно, более правильно, мне кажется. Пользователя корпуса есть возможность посмотреть грамматические категории каждого слова. На текущий момент для некоторых текстов в корпусе смолт присутствует морфологическая разметка в двух вариантах. Я сейчас тоже покажу на примере эти два варианта. Давайте будем его условно называть старый и новый вариант. Несколько различающиеся по набору частей речи и по грамматическим категориям. Однако, вне зависимости от выбранного варианта, элементы в данных контекстах разбираются как два отдельных слова. Это уже не тот старый разбор, а вот пример. Это вот условно старый набор атрибутов. Тоже увиден тот же самый фрагмент текста. Здесь уже разделены слова «помещенная» была соответствующими идентификаторами, начальной формой. В первом случае это причастие, второе – часть речи, глагол, отвлеченный глагол, связка. Второй пример – «более широким». Тоже разделено. Начальная форма «боле», «речие» – вспомогательная часть сложности при сравнении. И слово «широким» – начальная форма «широкий», «благательный». И вот третий пример. Тоже мы видим 35 уже отдельно. 30 – числительное, разглядом по значению количественное, по способу образования, часть состава «широкима». Ну и 5. И далее. Рассмотрим те же самые фрагменты текста с новым набором атрибутов. Тоже мы видим здесь помещенная «бола», тоже предложение. Помещена слово, начальная форма «помещенный», часть речи – причастие. Слово «была», начальная форма «быть», часть речи – глагол, соответствующий идентификаторам. «Более широким», начальная форма «боле», первое слово, часть речи на речи, степень сравнения, компонент сравнительной аналитической степени сравнения. И слово «широким», начальная форма «широким», часть речи прилагательная, полная форма, степень сравнения, компонент сравнительной аналитической степени сравнения. Так, и вот еще один пример, 35, начальная форма первого слова 30, современное написание 30, часть речи числительная, 5, современное написание, тоже часть речи числительная. Второй подход, при котором каждое подобное словоформа разбирается по отдельности, видится нам более удобным с точки зрения хранения и поиска данных. В то же время разумным представляется указание в ходе разбора на то, что некоторое слово является примером, частью составного союза. Тоже есть пример, Александр предложил такой, мы и сами не предлагаем никаких реформ, да и о предложенных реформах не очень распространяемся. Вот мы видим, да, здесь выделены, составной союз выделен, да, и вот, значит, разбора, слово «да», начальная форма соответствующая, часть речи союз по составу, часть составного союза, часть составного союза. И слово «и», начальная форма, и часть речи союза, тоже часть составного союза по составу. Ну и заключение. Каждый из представленных подходов имеет свои достоинства и недостатки и не может быть выбран в качестве основного. Вот так вот было в конечном счете решено. Таким образом, разумным решением является предоставление гибких инструментов анализа текста. Программная реализация корпуса СМАЛ позволяет выполнить морфологическую разметку текста в удобном для исследовательной формате. Также планируется внедрить возможность использования авторской морфологической разметки и последующего поставления морфологических продуктов. Спасибо за внимание.